После летнего перерыва продолжаем наши лекционные объекты. В общем, как бы уходили. Поехали. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня я хочу предсказать вашему вниманию очередной докладкой. Другой доклад был посвящен исследованию литературных памятников Древней Индии. И в моем предыдущем докладе я очень много рассказывал о Рамаяне, вахарате. А на сегодня я хотела бы рассказать вам о необычных применениях и технологиях в литературных памятниках Древнего Китая. Ну, мы будем начать с того, что история Китая рассчитывается более чем-то 5 тысячелетий. И, в принципе, вся зафиксирована в огромном количестве древних ледописей, литературных памятников, эпоси, мифах, элементах, большей части из которых записано. Поэтому литературное наследие Древнего Китая представляет и вообще читает в целом представляет из себя достаточно огромный фактически-фактологический материал, который еще очень-очень долго, по моему мнению, будет исследовать и представлять обширный интерес для многих поколений средств. Причем не только в области филологии, но и в области естественных наук, в области политики и в области антропологии, артеологии. Сегодняшний мой доклад я посвящаю анализу, как я уже сказал, необычных изменений и технологий в литературных памятниках древнего Китая. Я хотела бы сказать сегодняшнее выступление таким образом, чтобы я не просто ссылался на какие-то разрушенные литературные источники, которые описываются в огромном количестве в интернете. Я все-таки хотела предоставить какие-то объективные факты и доказательства в рамках тех текстов, о которых я буду говорить. В связи с этим я приняла решение из огромного спектра материалов, которые мне были доступны выбрать только некоторые, но они являются в какой-то степени крестомативными в том смысле, что они позволяют определить некие вектора развития, мысли, идей, философии и технологии культуры древнего Китая. Давайте переступим. Первое, о чем я хотела бы рассказать, это о некоторых об очень удивительных артеологических артефактах, которые найдены на территории Китая. И то, как эти артефакты могут быть интерпретированы в контексте литературных памятников, в той недалекой от нас эпохи. Значит, начну я вот с чего. В районе Чэнду, в Китае, здесь некая деревня, которая называется Сан-Си-Дуэй. Эта деревня стала известна на весь мир в 1986 году. Почему? Нужно начать с того, что в 1929 году, когда в Китае проходила огромная под руководством правительства огромная реконструкция, развитие и освоение огромных территорий Китая, то очень огромное количество ранее неосвоенных территорий стали исследоваться в первую очередь гидрологами, геологами, артеологами. Так вот, в 1926 году один из китайских крестьян обнаружил в районе деревни Сан-Си-Дунь небольшое захоронение, небольшую полость, при раскопках небольшой полость, в которой находилось много небольших нефритовых украшений, статуэток. Что было удивительно, часть этих статуэток, они были разбиты, причем было понятно, что они были разбиты искусственно, то есть кто-то их себе направлено разбил, а потом вот в это захоронение положили. И после того, когда внутренние артеологические находки были отданы в исследование, на исследование артеологов из Китая, в то время, в 30-е годы 20-го века, они поняли, что столкнулись с честностью, чем раньше еще не имели дело. То есть была открыта какая-то новая, был открыт какой-то новый, неизвестно ранее, культурный пласт в истории Древнего Китая, о котором до этого никто не знал. Однако ничего, кроме вот этого небольшого захоронения нефритовых изделий, найти не удалось. В итоге, в течение 50 последующих лет, раскопки в районе деревни Сан-Сидуи ничего не дали. Ну, здесь на данном слайде представлено географическое метрорасположение. Это провинция деревни Сан-Сидуи, это провинция Сычуань, она расположена в 30 километрах от района Ченуи. Но в 1986 году, в 1986 году, очередная археологическая экспедиция в этом же районе, в районе деревни Сан-Сидуи, обнаружила два громадных по своим размерам захоронения, в которых были найдены различного рода фигуры, статуи, статуэтки, религиозные украшения, в которых были сделаны часть из нефрита, а часть из удивительного бронзового сплава. При этом размеры этих фигурок, размеры масок, которые были найдены в этих захоронениях, поражали просто воображение. И что следует отметить, что найденные захоронения, они являются уникальными. Больше на территории современного Китая подобных захоронений найдено не было. Данные захоронения состояли, если олицовать в целом, там были следующие разновидности. Во-первых, там были небритовые статуэтки, которые представляли собой различных животных, птиц, богов, древнего Китая. Во-вторых, там были найдены бронзовые статуэтки, статуи и бронзовые маски, размеры которых просто поражали воображением. В частности, были найдены вот такие бронзовые маски, средний размер которых по ширине составляет где-то 40 сантиметров, по высоте до метра-полутора метров. При этом данные экспонаты представлены в Нью-Йорке, в музее Гугенхайма, в Вашингтоне, в британском музее и, естественно, в китайских музеях также. Вот приведены фотографии самых таких удивительных экспонатов, найденных в этих захоронениях. Здесь представлены бронзовые маски. При этом, когда был произведен сразу же в 1986 году радиоуглеродный анализ данных артефактов, оказалось, что они относятся к периоду где-то с 12-й-10-й век до нашей эры. То есть это 1200-1300 год до нашей эры. Таким образом, данным артефактов более 3000 лет. Однако, посмотрите на качество сделанных этих артефактов, посмотрите на пластичную форму, проработку мимики каждой из масок. Более того, там даже были найдены удивительные статуи высотой до 4,5 метров. На левой фотографии представлена единственная в мире, сделанная из бронзы статуи дерева высотой 3,5 метра. Единственная в мире. Вот такие захоронения были найдены в районе этой деревни Сан-Сидун. Но это еще не все. Была на этом тоже единственная в мире статуя человека высотой 2,65 метра, то есть 2 метра 65 сантиметров высота вот этой статуи человека. Единственная в мире. Больше в мире бронзовых статуй подобного плана, датированных 12-13 веком до нашей эры, то есть в котором более 3000 лет нет. Обращу ваше внимание на один момент. Сейчас я более подробно обо всем этом буду рассказывать, но обращу сразу ваше внимание. Если приглядеться, можно увидеть на данной статуе огромное количество узоров. Залитушек, спирали, пленовых линий, различных диаметрических линий. Я специально увеличил фрагмент данной фотографии, чтобы можно было разведеть данные рисунки на этой статуе. Ученые пришли к выводу, что это не просто рисунки, представляющие собой сакральное, имеющие собой сакральное значение, информационное наполнение. Это фракталы, фрактальная структура. Внимательный анализ данных рисунок показал, что один рисунок плавно переходит в другой, копирует в уменьшенном или в увеличенном масштабе госкруктуру. Таким образом, те люди, существа или инопланетяне, нам это неизвестно, которые создавали данный органок, они имели представление о том, что такое фракталы, что такое фрактальное самоподобие. И это, оговорюсь, еще раз 3 тысячи лет назад, то есть это 12 лет до нашего века. Также среди найденных сохранений найдены две просто уникальные маски. Вот эта маска подписает, во-первых, своими размерами, она в высоту 60 см, ширину 50 см. Что можно увидеть? Ну, исследователи пишут очень осторожно, что это сильно выключенные глаза. Но на мой взгляд, это все-таки похоже больше на окулятор, как я так думаю. Потому что даже видны специальные пазы, когда один фокус выходит из другого фокуса при увеличении. Я думаю, что это все-таки окулятор. На мой взгляд. Выключенные глаза в виде цилиндров? Да. Китайские исследователи пишут очень осторожно в научных журналах, это официальный факт, что они предполагают, что это выключенные глаза. Но опять же возникает вопрос, цилиндрически выключенные глаза в них странно. Здесь также представлена, это другая маска, представлена маска, тоже с выключенными в обычной глазами, но из этой маски произрастает вот такое удивительное образование, которое в конце вот так заливается. Ученые предполагают, что это некое божество, которое соответствующее неким растительным силам в древней китайской мифологии. Но тоже очень странно, почему оно именно вырастает таким образом, похоже на мой взгляд, на антенну. Ну понятно, что интерпретация не мог не разными, но лично я считаю, что вот это окулятор, а это антенна. Я еще об этом скажу чуть позже. Далее была, наверное, вот такая маска, тоже за свидетельство хранения, которая, по сути, что с собой представляет. И ученые очень сильно обратили на нее внимание. Во-первых, она сделана не как, вот эти маски, то есть есть только передняя и лицевая сторона, внутри она пола, а сзади никакой стенки нет. То вот эта маска, то вот эта маска, она сделана полностью монолитной, то есть задняя и задняя стеночка, она полностью монолитная, она тоже из того же сохранения. И ученые обратили внимание, что внешность существ, изображенных на этих масках не соответствует чертам монголоидной расы, то есть они не соответствуют чертам, условно говоря, азиатов. Но она как-то и больше никому не соответствует. Да, но, как правило, многие другие сохранения, которые в Китае находятся, но более позднего периода, не такого раннего, более позднего, все-таки там прослеживаются чертами. Уже размеры этих масок. Ширина в среднем 40 сантиметров, высота 60 сантиметров, то есть это громадные, тяжелые монолитные конструкции. Причем вот эта маска, она находится в окон музеях мира, и, насколько я поняла, она очень сильно охраняется. Почему, не могу сказать. Но все предыдущие экспонаты тоже сильно охраняются. Видите, у них специально стояло социальное освещение. Но вот эта маска по какой-то причине представляет в ней больше интересных исследователей. На эти ответы вопрос, что в ней именно уникального, не удалось в меру. Ну, правда, как доступ к интернету, в биотеке не было. Вот опять эти факты были найдены в деревне Сан-Сиду. Еще раз подчеркну, и радиоперодный анализ показал, что они опросы к XII веку до нашей эры, то есть более 3000 лет. Но на этой странности не оканчиваются. Здесь я решил привести к рапке выдержки, то есть некий компендиум, основные особенности на Копке. Еще раз их проговорил. В 1926 году в районе деревни Сан-Сиду впервые были найдены одним из китайских крестьян маленькое, небольшое захоронение дегритовых статуэток. И китайские исследователи и артологи поняли, что они на пороге чего-то грандиозного, так как эти статуэтки не по одним из культурологических маркеров не подходили, не были похожи ни на одну скультуру древнего Китая, которая в то время существовала. Второе. В 1986 году, как я уже сказал, более детальное исследование. То есть спустя более чем 60 лет сумели китайские артеологи найти два больших захоронения, в которых как раз и были найдены вот эти маски и артефакты из Сан-Сидуа. Ну, еще раз обращу ваше внимание, что потрясает, конечно, дерево высотой 3,5 метра единственные дни из бронзы. И потрясает вот эта статуя человека высотой 2 метра 65 сантиметров. То есть это подобного рода бронзовые находки, а не единственные дни. Аналогов больше нет. Так вот. Третье. Следует отметить, что разнообразие предметов, которые были представлены в этих сохранениях, тоже очень удивительно. То есть представлены разнообразные статуэтки, изображающие различных животных. Зверей, птиц, рыб. Представлено огромное количество драконов, представлены данной маской. Представлено статуи человека, статуи дерева. Также в среднем находке были обнаружены, что больше всего уделяют головы в масках, подкрытые золотой фольгой. Но мы должны понимать, что фольга, как элемент производства человеческой современной цивилизации, зародилась только в 20 веке. Это покрытие, фольгу, покрытие, фольгу. Оно существовало и раньше. Но из того, что мне удалось найти, та золотая фольга, о которой здесь идет речь, она, во-первых, чрезвычайно в тонкой выделке, во-вторых, она состоит из чистейшего золота, то есть 99 и не очень много девяточек после запятой. То есть уровень металлопроизводства, металлопрокаты и металлургии феноменальны. Хотя еще раз оговорю, что на дворе 12 века нашей эры. А брали известны ли попытки понять, по какой технологии этот фольгой? Да, Сергеевич, сейчас я расскажу, я как раз суммировал, собрал факты. Значит, уровень, значит, в армии, что еще представлено было бы этих захоронений? Гигантский жезл с непонятными письменами, которые до сих пор не расшифрованы. Но попограммикам жезлов, к сожалению, найти не удалось. Не было бы на открытых источниках. Жертвенный алтарь, который тоже был освещелен разнообразными символами, фотограф которых тоже мне не удалось найти. Насколько я понял, символы эти до сих пор не расшифрованы. Да, видно. Значит, что самое интересное? Ну, четвертое, я уже сказала, что китайские ученые и многие исследователи пишут, что вот эти маски представляют собой голову с угловатыми чертами, огромными менталевидными глазами, то есть то, что представляют собой огромные цилиндры, это называется очень обтекаемыми менталевидными большими глазами, граненными носами, огромными ушами. Такие черты не отражают облик азиат, подчеркивается во многих работах. Пятое, после радиоуглеродного анализа, как я уже говорил, я говорил, эти артефакты, возраст этих артефактов был приблизительно 12-9 век до нашей эры. То есть самый старый артефакт это 12-й век до нашей эры, самый ранний артефакт это где-то конец 9-го века до нашей эры. Пятое, известно, что к точной стены, я говорю, что методы есть большие вопросы. Там другие перекрестные методы какие-то применялись по другим вопросам. Не надо знать информации по данному вопросу, но во всех работах, что я видел, статьях, каких-то заменках именно вот этот период. То есть именно вот ссылка на радиоуглероды? Да, на радиоуглероды и на этот период. При этом они были созданы с помощью удивительной передовой технологии бронзового литья. И, внимание, с добавлением свинца в сплотне биолога, что позволяло получать более прочный металл. Химический анализ показал, что было осуществлено высокоточное атомарное регирование. То есть атомы свинца находились в упорядочных, если представить себе структуру вот этого славы, пространственную структуру этого склада, то атомы свинца находились не просто хаотично вкрапливыми в этот материал, а они были расположены в определенной геометрической структуре, то есть в определенных точках, которые могут быть описаны четкой геометрической структурой. Даже для сегодняшнего дня технология представляет определенные трудности. То есть, по сути, было осуществлено атомарное регирование по специальной геометрической формуле, если можно так сказать, данных сплавов. Далее, следует отметить, что из подобного сплава отлиты все основные крупные объекты. Это маски, дерево, дерево высотой 4 метра, ну, в разных кусочках, разные высота 3,5-4 метра, и высота человека, вот эта статуя, которую на фотографии я вам представила. Далее, исследователи были поражены. Это был художественный стиль, совершенно неизвестный в истории китайского искусства, который развивался в основном регионе Желтой реки. То есть, получается, парадоксальная ситуация. Было найдено закоронение, были найдены эти артефакты, но в тот период, это где-то 12 века до нашей эры, единственная высокоразвитая культура древнего Китая была династия Шан, которая находилась на севере Китая за несколько тысяч километров от этого места, где найдены эти захоронения. Династия Шан, она находилась на расстоянии, как я уже сказал, нескольких тысяч километров, и ее культура на тот момент является одной из основных на территории древнего Китая. Да, это была высокоразвитая культура, но не до такой степени, не с такими технологическими возможностями, как эта. То есть, ученые пришли к выводу, что в этой точке, в деревне Сан-Сибу, в Сучуане, на площади где-то 3-4 квадратных километра, практически из ниоткуда возникло целое поселение. В рамках этого поселения артеологически следует не сказали, что поселение обладало высокоразвитым производством, именно металлогических изделий, деревообрабатывающим производством. При этом, вокруг этого поселения были найдены те месторождения, которые в тот момент разрабатывались этим поселением. То есть, это была высокоразвитая, обособленная агломерация, которая обладала высокоразвитыми дорогами, технологическим, металлогическим производством. Она очень интенсивна, что отчет свидетельствует сильно выработанные месторождения, использовала металлы, камень, гранит и многое другое. Далее, что самое удивительное, данная культура или, условно говоря, данная культура обладала одним из самых высокоразвитых сельских хозяйств по тем временам. Более того, у них даже было высокоразвитые производства вина. То есть, в виноделье были обнаружены места для виноградников, ну, то есть, как вот шпалевые. То есть, высокоразвитая культура с высокоразвитым сельским хозяйством, металлургическим базой, металлургическим производством. А анализ этих масс, как я уже сказал, показал, что там осуществлялось атомарное элитирование металла. Но что самое удивительное, что вот эта культура неожиданно исчезла в начале первого тысячелетия, в конце второго, в начале первого тысячелетия до нашей эры. То есть, в 1200-1300 году до нашей эры она вдруг стала развиваться усиленно, а уже в 1000 году до нашей эры, ну, плюс-минус там 50-100 лет, все население покинуло этой территории, и эта культура резко пришла в упадок. То есть, данное поселение, да, если говорить условно, просуществовало в течение 300-400 лет, неизвестно откуда возникло, и неизвестно почему не исчезло. Но при этом в этот период его существования, оно представляло собой просто нонсенс в рамках современных исторических средств. Это была высокоразвитая культура, ближайшие к ней очаг цивилизации находился на расстоянии 3000 километров, это культура династии Шана. А вокруг, в принципе, ничего больше обнаружено не было, никаких поселений, ничего. То есть, возникло обособлено и исчезло, как будто ушла в нибудье. И здесь численность этого поселения, сколько у них было людей? Я не нашел явную численность населения, но, как я понял, около 100-200 тысяч человек. То есть, это достаточно много. Да, это очень много. То есть, это значительная цифра по тем временам. Ну, что самое... Отличный один город получается. Что? Это получается один город. Это не город, это агнумерация, которая раскинулась на площади 3-4 квадратных километра. Причем раскинулась очень хитро. Она не выходила за пределы вот этого ареала обитания. То есть, не найдена, условно говоря, дорог или каких-то поселений, которые были бы вокруг вот этой области. То есть, и карьеры все были здесь же? Да, здесь. То есть, она жила компактно, вырабатывая месторождение, ведя сельское хозяйство и в то же время живя, по сути, здесь же. Вот здесь не описано. Вот, к сожалению, нигде не прошло. Но, вы знаете, Сергеевич, я скажу вам сразу, очень много информации обрывается. То есть, дается описание, потом резкая информация обрывается. Я думаю, известных естественно больше, коль археологи исследовали данный участок. Но сказать более подробно я не могу. То есть, это все собрано по кусочкам из более-менее официальных источников. Музеи, из описания музеев, научных статей, заметок в информационных китайских отделах, российских, реанимовских, метафтах. Но, что можно сказать? А вот это уже описано более подробно. Ученые-историки задались вопросом, а можно ли в древних импературных памятниках Китая, попытаться определить вот эту культуру или хотя бы краткое упоминание о ней? Ну, мы все пытаемся действовать в рамках официальной теории, чтобы не попасть, как говорится, в океан неизвестного и неутонутного. И неутонутно с него. Поэтому были проведены целые филологические, текстуальные исследования древних веков и древние китайские летописи. В результате было сделано следующий интересный вывод. Хорошо, у нас есть вот эта культура, которая возникла в районе деревни Сан-Сибу. И встает вопрос о том, какому был царству, неважно, реально существовавшему, либо мифическому, но которое было бы указано в древних китайских летописях, эта культура могла принадлежать. В итоге археологи пришли к выводу, который многими не признается, но сегодня в современной науке данная версия считается официально признанной. Археологи считают, что данная культура относится к древнему полуфантастическому царству Шу. Ссылки на царство Шу, которые могут быть продвижно датированы в такой ранний период, китайские исторические записи, скудные, они упоминаются в летописях Ши-Джи, Шу-Джи в качестве союзника, то есть вот это царство Шу, оно было союзником царства Джоу, которое впоследствии победило царство Шан. Но опять же, это только кратко упоминание, что вот некое царство Шу помогало царству Джоу, которое, а это исторический факт, победило царство Шан. Но в некоторых местных летописях, в частности в хрониках Куая, которые составлены в эпоху династиции, а это, замечу вам, 200-400 годы уже нашей эры, то есть прошло полтора тысячелетия, царство Шу, описывается, что его создал некий Цанцун, он имел глаза на выгоде Цанцун по летописям, которые, я замечу, были созданы только через полторы тысячи лет после вот этой культуры в районе деревни Цанцун, он имел глаза на выгоде, и вот это царство Шу, в нем поклонялись различным животным, рыбам и рыбам, зверям, птицам. На сумме этого артелы не сделают такой выгоду. Вот если глаза на выгоде, то, конечно же, это относится к этой культуре в деревне Цанцун. Ну, что вы, друзья мои, вот глаза наши, вот у нас с вами глаза на выгоде. Соответственно, если у Цанцун были глаза на выгоде, то это, наверное, его маски. Просто народ поклонялся ему, создавал его маски. Далее, был сделан вывод, что если из этих легендарных записей следует, что Цанцун поклонялись богам, птицам, зверям, то, скорее всего, те статуэтки и бритовые, которые были обнаружены в этих захоронениях в районе деревни Санцун, они как раз таки и описаны вот эту царство Шу. Там были найдены действительно и птицы, и звери. Даже вот были проведены исследования, что боги вот этого царства Шу, Бу, Ау, Бу, Бу, Гу, 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 Гу. Они представляли собой рыбу, птиц. Если эти рыбы, птицы были обнаружены в этих захоронениях в районе деревни Санцун, то, значит, скорее всего, это и есть то легендарное царство Шу, которое спустя полторы тысячи лет после его условного существования было описано в кромиках. Это официальная версия, которая на сегодняшний день принята в науке, в историографии, в науке об истории Древнего Китая. Но все ученые оговариваются и сходятся в одно, что ни до, ни после подобной культуры, найденной на территории Древнего Китая, и нигде в мире найденной не было, и что эта культура не проявляет себя никак, ни в более поздних археологических слоях, ни в более ранних. То есть она существовала в течение только 300-400 лет на компактной территории, неизвестно откуда возникла и неизвестно почему население резко в 1000 году на нашей эры покинуло данное место. Вот что касается данной удивительной культуры, ее археологических артефактов, которые они рассказывают, и то, как древние литературные памятники могут позволить нам идентифицировать подобные находки. А также я, со своей стороны, скажу, я думаю, вы, уважаемые слушатели, со мной согласитесь, что все-таки не очень убедительно звучит вот данное описание данной культуры. Да, действительно, есть предписи, да, что-то есть похожее, что у Цинцуна были глаза на выпеке, что царскую шуку клонялась зверям, рыбам, птицам. Но все равно это, как говорится, это не сильные аргументы, не сильные доказательства, потому что и само царскую шуку считается нефтически полулегендарным, потому что и все равно вставляет в вопрос очень много артефактов, которые найдены в районе деревни Сан-Сибири. Однако современная наука все-таки пытается как-то выстраивать встроенную картину, которая основывается на основе уже обоснованных и принятых научным сообществом звеньев, а, соответственно, данная теория, но в какой-то степени притянутая за уши, считается более-менее приемлемой для описания данной культуры. В противном случае, если считать, что никакой царскую шуку к этой культуре в районе деревни Сан-Сибири не имеет отношения, мы должны признать, что мы очень многого не знаем в истории древнего Китая, чрезвычайно многого. И тогда встает вопрос, кто была эта народность, которая существовала в этой деревне, как она возникла, остается много этих вопросов. Ну, а в рамках официальной теории, в принципе, все объяснило. Уважаемые слушатели, давайте поймем дальше, а дальше будет еще интереснее. Почему? Объясню заранее, предваряя свой следующий рассказ. Я по образованию математик, и я задумался, возможно ли найти какие-нибудь интересные математические артефакты, если можно так сказать, которые бы выделялись на общем фоне развития древней китайской науки, да и современной науки. Вы знаете, да, в литературных памятниках одну из таких книг я нашел, о ней я и буду рассказывать. Итак, следующий мой рассказ посвящен книге Идзин «Книга перемен». Значит, давайте кратко о характеризуем. У нас в Древней Китае существовала такая династия Цинь, которая прадовалась с 1324 года до Нарширы, до 207 года тоже до Нарширы. То есть около 110 лет прадовала данная династия. Но в эпоху правления данной династии закладывались основы классической древней китайской литературы, причем были созданы богатейшие литературные, было создано огромное количество удивительных и глубоких по своей сути литературных произведений. Вот среди известных на тот момент литературных памятников это Идзин, Идзин «Книга перемен», о которой я буду рассказывать. Это следующие книги, Ши Цинь, книга «Песен», Юэ Цинь, книга «Музыки», Джоу Ли, Шу Цинь, это вот такие книги, которые относятся к периоду западного Джоу. Далее были созданы классические философские трактаты Тау Дэ Цинь, Лао Ци, Лу Юй, беседы, суждения, конкурсеры Джоан Ци, Мэн Ци, Мо Ци, Хань Пэ Ли Ци. То есть заложены основные литературные памятники, описывающие в целом основную конкурсанско-насистую философию древних китайцев. И в то же время заложены книги, описывающие различные аспекты развития наук Китая. Музыки, религиозных богослужений и в частности книга «Перемен» была создана приблизительно в это время. Но здесь очень много нюансов. Итак, что такое книга «Перемен»? Что такое эта книга «Перемен»? Вообще считается, что эта книга достаточно древняя. И первые упоминания одни, они относятся к 700-му году до нашей эры. То есть это на 300-400 лет раньше, чем династия Цинь. Но именно в этой династии эта книга получила, во-первых, свое самое широкое распространение, а во-вторых, она была признана одной из священных книг в рамках теоретов царства. Значит, что из себя представляет эта книга? Я немного задаю вперед, просто покажу фрагмент страницы. Ну, вот фрагмент свитка из этой книги. При этом, естественно, уважаемые слушатели, вы понимаете, что это, ну, свитка, он не такой древний, ему всего 200-300 лет, то есть это последующие списки с этой книги, понятно. Ну, вот как фрагмент. Особо обратите внимание на вот эти шесть полосок, которые представлены сверху по центру, мы еще к этим полосам вернемся. Итак, значит, что представляет собой эта книга? Эта книга предназначалась для гаданий и определения будущего. Она, по сути, представляла собой справочник, в соответствии с справочник, который позволял, проведя определенные манипуляции, получить рассказ о том, что ждет человека в будущем. При этом эта книга, она состоит из так называемых, данная книга состоит из так называемых 64 символов гельсограмм. Вот о них я и буду как раз рассказывать. Значит, книга состоит из 64 символов, которые называются гельсограммами. Условно говоря, каждая гельсограмма представляет собой некий символ, который формируется по определенным образом. И если вам выпадает, условно говоря, один из 64 гельсограмм, то каждой гельсограмме дается подробное описание того, что она обозначает и что с вами произойдет. Это вот самое упрощенное, самое примитивное понимание того, что представляет из себя эта книга. Давайте более подробно разбираться. А здесь есть над чем разобраться. Во-первых, вот эти гельсограммы, что они из себя представляют. Я вот теперь понял, что надо будет более подробно развернуть эти схемы. Ну, я думаю, сейчас сначала образ назначу. Гельсограмма представляет собой шесть линий. То есть гельс это шесть полотния. То есть каждый гельсограмм представляет собой шесть линий, которые расположены в столбе, то есть вертикально. При этом структура линии такова, что в ней встречаются два типа линий на гельсограмме. Либо сплошная черная линия, либо линия, которая разделена точкой, то есть прерывистая линия. Но точка только одна. То есть у нас есть сплошная линия, вот сплошная линия, а может быть линия, которая разделена точкой. То есть между двумя кусочками линий здесь один разверт. Понятно. При этом цельные линии, их еще называют, сами линии называются ял. И вот эти линии могут быть двух развертой. Непрерывные или прерывистые с одной точкой. Ну, скажу сразу, в данный ход. А цельные линии, их еще называют девятками. И есть прерывные посередине линии, их называют шестерками. Так вот, далее, цельные линии называются также, обозначаются иногда, но очень редко белым цветом, а шестерки обозначаются очень редко черным цветом. Цельные линии, они, вот эти длинные линии, они символизируют активное состояние, свет, напряжение, то есть ям, энергия ям. А вторые линии, которые являются прерывистыми, то есть есть один разрыв в этой линии, они характеризуют пассивное состояние тьму, податливость им. Ну, в примитивном варианте это концепция индианин, мужское начало, женское начало. Но, опять же, уважаемые слушатели, я, поскольку не побоюсь этого слова, с самых ранних лет увлекаюсь индианин, и буддийской философией, и восточными практиками, то, на самом деле, это все настолько примитивно и очень просто описано, хотя, знаете, это глубочайшие вещи, если бы я расскажу, это было бы очень долго, на эту тему написаны целые тома, но я попыталась ему в упрошенном виде рассказать о том, что из себя представляют эти темы. Так вот, цельные линии, они представляют собой активное начало, то есть это активное начало светотряжения, иногда и я. Ну, давайте мы примитим, мужское начало, активное, огненное начало. Ну, мне это не правильно говорить, потому что это все-таки преподавательская теория, а не люди, может быть, это не грозно. Посередине, линии, которые прерваны посередине одним разрывом, они представляют пассивность тайны тьму, податность, это женский, условно говоря, начало, энергии и нет. А линии считаются снизу вверх. Линии, то есть, если у нас есть нижняя линия, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Но вопрос того, почему они считаются снизу вверх, это еще открытый вопрос, потому что если читать сверху вниз, то там возникает очень удивительный момент интерпретации, который даже специалисты Востока-Веды, скажем так, пытаются обойтись стороной. Ну, давайте мы будем считать, что они считаются снизу вверх. Вот, значит, что теперь дальше? Каждая линия, я, имеет набор характеристик афоризмов. То есть, условно говоря, каждая линия описывает некоторую характеристику, да, про зло, смерть, ненависть, понимаете? Но при этом все шесть линий в целом описывают ситуацию. Значит, получается интересный момент, что гликсограмма, она описывает конкретную отдельную ситуацию во времени, взятую в ее динамическом развитии. Это, опять же, не упрощенный вариант, что такое гликсограмма. Еще раз. Гликсограмма состоит из шести линий. Каждая линия описывает одну из характеристик какой-то ситуации. Все вместе шесть линий, если мы идем от нижней вверх, описывают изменение вот этих характеристик, то есть динамику ситуации во времени. Понимаете, уважаемые, чуть-чуть понятно, что это означает. Значит, каждая гликсограмма, еще раз, это очень важно, это одна из вершин наусистской концепции, показывает цельную ситуацию во времени, но которая изменяется динамически. Условно говоря, это небольшой временной конгломерат, который растянут по времени, потому что ситуации могут меняться, но внутри себя он и по собственным законам еще динамически изменяется. Ну, скажу так, это сложно, это очень сложная вещь в рамках концепции даусизма. Итак, здесь чуть-чуть понятно, уважаемые слушатели. То есть, каждая гликсограмма имеет описание для каждой линии, и еще совокупность этой линии имеет более глобальное описание. Понимаете, уважаемые слушатели? Еще никого не запутал, а это дальше. А дальше еще веселее не будет. Вот, представлена схема этих гликсограмм. Значит, каждая гликсограмма, она может состоять из трех верхних, условно говоря, линий, диал, и из трех нижних линий диал. Здесь вот у горизонтали представлены верхние линии диал, а по вертикали представлены нижние линии, три нижние линии диал. Понимаете? То есть гликсограммы состоят из двух тетраграмм. Верхний тетраграмм и нижний тетраграмм. И здесь они съедены вот в такой таблице. То есть на пересечении верхних, вот, верхних тетраграмм, прошу, не тетраграмм, 4, а верхних трех грамм, и нижних трех грамм повернутся в гликсограмм, а не пронумерованные всего 64. Видите это? При этом видите, что каждый верхний тетраграмм, а, ну, Господи, верхний трех грамм, да, это так, как называется, так, они характеризуют отдельное состояние. Смотрите, земля, гора, вода, ветер, гром, огонь, водоем, небо, и нижний тоже самое, имеет свои характеристики. На пересечении них рождается вот эти 64 гельсограммы. Каждый имеет свое название, что, опять, я назвала, сейчас я еще буду расшифровывать, поняли, как формируется в этом случае, где эти гельсограммы. Ну, скажем так, не хилы до 7 века до нашей эры. Но дело не в этом, идем дальше, смотрите. В рамках доосийской концепции гельсограммы представляют собой, по сути, фундаментальное описание мира, мироздания. Нижние три полосы описывают землю и то, что созидает. Верхние три полосы описывают небо и то, что разрушается. То есть это циклический процесс, если мы вот идем от низа вверху гельсограмм, это циклический процесс рождения и умирания. Но он постоянно повторяется и периодически в цикле. Поэтому инцин, это переводится еще один из ее вариантов периода, книга циклов перемен. Каждый цикл внутри гельсограмм, он изменяется от одного цикла к другому. Но внутри цикла есть и рождение, и смерть, и создание, и распад. Вот что. Но, опять же, я повторюсь, это намного лучше. То, что заложено здесь, это намного лучше. Ваш покойный слуга быт на свой японский язык еще выучил. Ну как лучше, может о нем объясняться. И изучал он как раз вот это, потому что это все нейрографическое деятельность, хотя это китайский язык, но в принципе там много связи, это все объясняется. И это очень примитивный вариант изложения. Там намного все интереснее и лучше. Но просто в рамках одной лекции изложить это, к сожалению, невозможно. Но сразу говорится, вот такая система гельсограммы, ее придумали англичанин в начале 20 века, чтобы западному человеку с его редукционистским мышлением, формальным мышлением было более-менее понятно, что он называет гельсограммы. На самом деле в китайский, в книге Цзин, в оригинале, там немного другого всего. Это просто упрощенное понимание для западного человека, что из себя представляет гельсограммы. Понимаете? То есть это просто англичанин. Английские исследователи взяли и переработали эти гельсограммы так, чтобы это более-менее было понятно человеку с западной системой логики и мышления. Идем дальше. Но вы уже поняли, что каждая гельсограмма имеет свой смысл, имеет свой номер и имеет свое название. А что происходит дальше? Ну вот этот фрагмент этой книги Цзин, теперь вы понимаете, что означает этот фрагмент. Если вот есть такая гельсограмма, то вот описание к этой гельсограмме. И так это 64 страницы. Понятно. Описывается каждое изменение к гельсограмме, а потом дается описание всей гельсограммы. То есть если вам выпала вот эта гельсограмма, то вот ее описание, во-первых, каждую из ее линии, как будет развиваться событие по ступенчатку, а потом, к чему оно глобально приведет. Понимаете, что означает гельсограмма. Вильгель, Готфель, Вильгель Медниц, великий немецкий математик, основоположный гельсограмм и специальные учисления, наряду с Ютоном, исследовал эту книгу и разработал свою систему гельсограмм, которая отличается от английского варианта. Она, во-первых, в лице закольцована, во-вторых, она внизу специальным образом сформирована. Это фрагмент из его книги, изданной при его жизни. И смотрите теперь, что происходит. Если вы видите, вот эти гельсограммы можно различить прерывность, но еще вокруг каждой гельсограммы находится китайский иероглик, который обозначает состояние, описываемое данным гельсограммом. То есть, условно говоря, на предыдущем... Здесь видите название этих гельсограмм. Собственно говоря, это название означает... Каждый иероглик... И вот это название, то есть название соответствующего иероглифа, которое обозначает вот эту гликсограмму. И Ливниц предложил такой вариант этой таблицы, чтобы она была более-менее просто описанной, хотя суть от этого не меняется. Собственно, каждый иероглиф, ну, мы должны понимать, что иероглиф это не просто буква, это не буква, это идиограмма в рамках китайского, японского, корейского, то есть это не отдельное слово, а это целое понятие. Соответственно, каждая иероглифсограмма, она копируется не просто иероглифом, лишь бы дать название, она, этим иероглифом объясняется ее глубочайший эзотерический смысл, это идиограмма. Но описывать глобально, как бы что, за каждой диаграммой, я не буду, я хочу показать именно принцип. Вот, вот фрагмент из книги Ливницы, то есть великий математик занимался такими вещами, ну, сейчас вы увидите, что здесь скрыта глубочайшая математика. Итак, теперь давайте попытаемся понять, что же все-таки означают эти иероглифсограммы. Как я уже сказала, 64, вот здесь плохо видно, но я вам скажу, вот шесть сплошных линий, нет названия цар, вот и рублифы, а кабин что, оно, это творчество. Соответственно, все, что копируется этой иероглифсограммы, обозначает динамику развития творчества. От нижних трех линий до верхних трех линий, то есть от создания творческого, какого-то творческого процесса до его распада. Феноменально видно нам просто. Допустим, если все линии прерывистые, это путь, это исполнение, то есть активное действие. А если, допустим, верхняя линия прерывистая, я бы как бы сверху, чтобы проще было, нижняя сплошная, потом прерывистая, потом снова сплошная, это начальная трудность. И так описываются все состояния, по сути, человеческого ментального пространства, да и вселенского тоже. Тяжелство, войскость, движение, воспитание мало и необходимо ждать, не до разницы. То есть присутствует полный спектр, полный спектр значений, которые копируют герцограммы. То есть вы должны понимать, что герцограммы копируются самые, условно говоря, но это опять очень примитивный подход, что самые плохие значения, самые хорошие значения, как бы весь спектр человеческого мировосприятия, от плохого к хорошему. Но это очень примитивное описание, потому что с точки зрения восточной философии не существует ни добра, ни зла. Они даже не нужно приходить друг к другу, а это вопрос просто злой. Это увеличенная метрофия, а добро уменьшенная метрофия, если говорить в современном языке, хотя это тоже неполное описание. Ну, я вынужден как бы это укрыть, потому что это намного глубже все. Но в целом, я думаю, смысл герцограмм понятия в целом. Что происходит дальше? А дальше еще веселее начинается. Один из китайских... Вообще, многие исследователи в начале 20 века и в 21 веке задаются вопросом, а в какой степени вообще расположены эти герцограммы? Они имеют еще и номера. Вот один из китайских исследователей, Бэн Ван, пришел к удивительному выводу. Значит, он пришел, посмотрите, к чему? Он расположил вот таким образом эти герцограммы. Как видите, они расположены в порядке исследования их номеров. То есть от 1 к 64. И то, что в них обнаружилось, повергло, можно сказать, в шок всех ученых. Значит, смотрите. Сейчас буду объяснять. Буду сказать очень примитивно и просто объяснить. Вот у нас есть, допустим, герцограмма 100 млн 3 и номер 4. Число 3, оно нечетное. Число 4, оно четное. 5, нечетное. 6, четное. Четные числа, это числа, которые делятся на 2 без остатка. 2, нечетные числа, это которые делятся на 2, но и в остатке 1. Уважаемые коллеги, я думаю, что я согласен. Если двигаться опротив четверки, посмотрите, вот эта герцограмма 3, она, видите, сверху прерывистая, ниже сплошная, 3 прерывистая, сплошная. А смотрите, как формировалось четвертое. Наоборот, то, что было прерывистым, становится непрерывным, а то, что было непрерывным, становится прерывистым. Понимаете это? То же самое смотрите. То есть, когда мы двигаемся от нечетного, от нечетного к четному, что мы должны сделать? Мы должны просто заменить реверсом прерывистым на сплошную, сплошной на прерывистым. Понимаете это, уважаемые слушатели? Но здесь есть еще один хитромонент. Но все так просто. Там получается следующая вещь. Вот смотрите, сейчас я вам это покажу. Вот у нас, допустим, просто чтобы было понять. Вот. Вот, допустим, у нас есть 7 и 8, видите? От снова к 8. То есть, когда вы двигаете от нечетного к четному. Разбирайте еще одну, здесь хитрость. Вот, здесь смотрите. Сливочек увеличить, пожалуйста. Видно? Так, здесь смотрите, какая-то хитрость. Вот то, что 7, сначала идут 4 прерывистые, потом сплошная, потом прерывистые. Ее надо развернуть на 180 градусов, и тогда вы получаете 8 уровень. С точки зрения математики, это преобразование теории группы. То есть, у нас есть некая группа, некая вектор, некая матрица, одномерный, то есть некий вектор. Его мы транспонируем. Потом еще раз транспонируем, это на 180 градусов меняем. Это преобразование, это теория групп, преобразование, групповое преобразование относительно вектора поворота. И тогда мы получаем следующий элемент. То есть, еще раз, мы идем от нечетного к четному, и вот эти позиции, они у нас с вами показаны красными, тянутыми. Мы должны взять, вот, допустим, вот у нас есть 41, 42. Мы должны нечетные, гексограммы на нечетном положении, повернули на 180 градусов, то мы получим вексограммы отчетное положение. Понимаете это? То есть, смотрите, я вот тут сверху сплошная, повернули на 180 градусов, вот она здесь, не вот это. А то, что было снизу, стало му. Ну, это один тип вариант преобразования, который заложен в этих вексограммах. Второй вариант преобразования, это они отмечены синим, их меньше. А они формируются по принципу, если здесь черные, если здесь один тип полосок, то он заменяется на противоположный нему. Если здесь все сплошные, то тут все прерывы, понимаете? Если, допустим, здесь в центре все прерывы, если сверху снизу сплошные, то тут в центре все сплошные, а затем снизу сплошные. Два типа математических преобразований. То есть, заложенная выдача началась, подошла только в 19-18-м веке, это линия наука, про теорию групп, векторное преобразование матриц. Еще и версия. Седьмой вектор от Шеллера. Ну, то есть, это достаточно глубочайшая вещь, здесь это граждане. Просто глубочайшая вещь. Хотя и это только поверхностно-эстония. Ну, что происходит дальше? А дальше я, в принципе, на этот доклад можно считать он завершенным, но есть один момент. В 1937 году книгу Ицзин исследовал советский китаевец Шуцкин, который был Сталину расстрелян в 1937 году. То есть, он Шуцкому удалось написать в 1937 году, написать книгу, посвященную книге Ицзин, в которой он обнаружил целый ряд математических соотношений, которым подчиняется данный вексаграм. И он понял, как он писал, что можно, что это только верхний слой обобщения. А если от этих преобразований перейти к еще одному, от вот этих соотношений перейти к еще одним соотношениям, то можно вскрыть практически следующий глубинный смысл этих вексаграмм, который не был доступен на протяжении двух тысяч лет, даже больше, да, где-то с половиной тысяч лет ученый. Но он не успел опубликовать свои труды, так как в 1937 году был расстрелян. Хотя то, что там, хотя Гет, ознакомившись с его труда, с его книгой, на самом деле там описывается то, что в рамках... Ох, да и смотрите, у нас существует у нас существует Каббала, у нас существует, что такое Каббала, более-менее всем понятно, потому что если объяснить, то это тоже удобно. Но существует так называемая дисциплина, которая называется в рамках изучения эсцентрических знаний теоретическая магия. Теоретическая магия все строится на соотношениях числах, специальных таблицах чисел. Так вот, по сути, гексаграммы, они представляют собой, очень много общего имеет именно вот с теоретическими соотношениями, от которых можно перейти в мостик в теоретическую магию, которая следовала с Каббалистами и многими известными эсцентриками в наше время, в Европе. И там эти соотношения чувства были вскрыты и показаны. Но он успел до конца описать полностью все то, что он открыл, поэтому эти исследования были прерваны. Высобновились ли они сейчас? Мне неинтересно, скорее всего, нет. Хотя я знаю, что в 93-м году издательство наука книги Шумского, посвященное исследованию данного тракта и цинь, была издана в России издательство наука и она достаточно быстро разошлась. Хотите, рашки не большие, но она разошлась достаточно быстро. Вот. Уважаемые слушатели, в целом год я завершаю свой доклад. Спасибо огромное вам за внимание. Я думаю, вам было интересно. Если у вас есть какой-то вопрос, пожалуйста, задавайте. Я постараюсь вам ответить. Первый главный вопрос. Как связаны первая и вторая части? Первая часть связана... Вопрос Сергеевич очень хороший, и он правильный. Но я, как обычно, отвечу на другой вопрос. Первая часть я попыталась показать, как современная наука, обладая знанием новости древних литературных памятников, пытается отписывать те явления, которые в целом выходят за рамки общепринятых концепций. Интересный момент вот с описанием древних литературных царства Шу и что мы пытаемся культуру в деревне Сан-Седуй подвести, что это было как раз вот это легендарное царство Шу. Вторая часть своего доклада, она непосредственно уже связана с анализом литературного памятника древнего Китая, а именно книга «Семь». Хорошо, а о каких же технологиях здесь можно говорить? В рамках первой части моего доклада… Первая – понятно, вторая. А здесь я говорю, мой доклад называется «Необычные явления технологий». Нам в случае речь идет не о технологиях, а о необычных математических явлениях, которые следуют из книги «Цемь». Я думаю, вы сами согласитесь, что для седьмого века дарошира вот те концепции вид, которые заложены именно в гексограммах, они были просто переданы только через две с половиной тысячи лет. Человечество в рамках Сури, в группе не на англопе, в частности советского гиброиста под руководством Александра Геннадьевича Курша в великой советской математике стали описывать подобные преобразования, подобные структуры на научной основе. То есть мне показалось это необычным явлением. Все-таки седьмой лет до нашей эры у нас в голове мы привыкли, что он не подразумевает таких достаточно глубоких обобщений. И последнее, что я хотела сказать, самое главное, что пока же происходит выбор вот этой гексограммы, как гадать вот этой книге, я же самое главное не сказала, гадается, там разработан специальный псевдоскучай на основе бросания монетки и подбрасывания тысячелистника, соответственно, как выпадет с травмой монетки, каким листочком выпадет тысячелистник, на основе вот этого псевдоскучай набора действия человек получает ответ, какую гексограмму должен выбрать и, соответственно, прочитать. И еще, вот ты говоришь, что уникальные бронзовые рисунки, которые действительно не уникальные, но сама ситуация не совсем уникальна. Через две с половиной тысячи лет на другом конце, можно сказать, этого континентального блока в устье реки Нигер работал. Из ничего возникла культура Бенина. Значит, город в Африке вот один, отдельный, ничего вокруг нет. И в нем фантастический для Африки уровень развития бронзового литья по управляемым моделям. Значит, просуществовал ну не больше нескольких столетий, но, к сожалению, был уничтожен в Адресе. Я могу сказать так. Здесь, да, здесь, во-первых, об этой культуре, о которой говорите вы, я не знал, честно. У меня такой информации не было, потому что я не интересовался, и я именно был сконцентрирован на сегодняшнем выступлении на истории культуры в древнем Китае. Но из-за того, что вы говорите, очень схожи с тем, что он был найден в древнем Китае. Из этого можно сделать бабушку. Во-первых, первым вывод о том, что подобные всплески сократительной культуры возможны не только в древнем Китае, но и в других частях мира. Но все равно это прецеденты как исключение. Исключение доказывает правду. То есть на всеобщем поле, пространстве цивилизации, которое соответствовало своему уровню развития на тот момент, вдруг возникали вот такие очаги. Из этого я делаю вывод, что, скорее всего, они возникали не имманентно и произрастали из самой цивилизации, которая на тот момент была, а это было что-то искусственное и предвнесенное. То есть возможно, я вполне допускаю, что прилетали с небес боги учили, либо возникали какие-то экстраординарные условия, которые позволяли подобным культурам рождаться. Но все равно то, о чем говорите вы, то, о чем говорю я, их всего можно по пальцам пересчитать по пальцам. В то же время маркеров исторических соответствующих, которые соответствуют культурам, которые были коррелированы с тем уровнем развития древности, то есть не выпадали из него, их намного больше. То есть, опять же, цивилизация развивалась и монетно, но вдруг где-то возникали такие очаги. Но все равно, мне кажется, это уникальное удивление. Уникальное. Наверное, было бы два, а может быть, еще где-то три удивления, ну максимум. Потому что, опять же, здесь был проведен химический анализ этих скульптур, показывая, что они сделали, что в них атоматное лидирование свинцов. Причем атомы свинца расположены по четким геометрическим закономерностям. Ну так невозможно сделать, не обладая сверхтехнологией. Невозможно. Ну невозможно просто сделать. И потом, уровень, скажем, уровень дизайна, именно дизайна, заметьте, не культуры, а дизайна, уровень проработки черт, уровень стиля, он не отличается представлением и мышлением древних культур. Это ближе к современности. Условно говоря, что-нибудь в области модерн можно было бы это. Если, условно говоря, если мы вдруг не знали этого, а какой-то современный дизайнер либо скульптор это создан, мы бы назвали это модерн. Я так думаю. Потому что все равно не соответствует мировоззрению культуры древних народов. Дизайн необычно. Какая проработка линии, структуры, то есть какая проработка форм. выпадает из общего развития цивилизации. Какая масса в каком контексте вылежали? Они просто все были свалены в кучу. То, что можно разбить, то на разбитое, это липовые статуэтки, какие-то гончарные статуэтки, посуды. А вот эти массы были просто свалены, навалены в кучу, засыпаны и все. И культура на этом исчезла. То есть можно предположить, что культура вдруг возникла с неоткуда в XIII веке до н.э. Существовала, успешно развивалась в течение нескольких столетий, вдруг и вдруг резко, что называется, она полностью свернула свою деятельность. Закоронила все вот эти свои религиозно-культурные артефакты, свои вот эти предметы производства и резко покинула территорию. Что послужило причиной такого бегства, по сути, неизвестно. Самое удивительное, что даже не найдено тех, если люди покидают какую-то территорию, то в равных их исходах остаются какие-то артефакты тоже. дороги, какие-то разбитые черепки на путешествии, стоянки, огненные что-нибудь, землянки, костища, что-нибудь такое. Ничего вокруг вообще не найдено. То есть, они как возникли, снявку, дружки никуда. Здесь я отмечу то, что мне неизвестно. Я нигде не увидел в большинстве работ, которые я исследовал в рамках описания данной культуры, я не увидела количество населения, то есть, сколько бы проживало на этой территории. И только в одной из работ промежного цифра в 100 тысяч, в одной из работ. Ну, видимо, автор предполагает. речь не идет о том, что 100 тысяч кормили. А не 100 тысяч кормили. Это общее количество поколений музыкаников. А деду не усвоили, видимо, такой-то округе. Но, по поводу сельского хозяйства, была одной из самых высокоразвитых сельских хозяйств. Знаете, плантация, ну, ограбатываемая почва, виноградники, то есть, система производства винограда была высокоразвитой, там, там, нужно стоять для шпалеров. То есть, производилась виноват. То есть, этот ингломерат, эта ингломерация полностью обеспечивала себя всем, чем нужно. Питание, были ресурсы, которые они интенсивно использовали. Вокруг были леса, чтобы дерево, вокруг были насторожения металлов, угля. То есть, у них было компактно на территории все, что нужно для создания, по сути, замкнутого жизненного цикла. По сути. Пожалуйста, вопрос, пожалуйста. А вот системология названия деревни есть такое? Ой, я так поняла, ничего такого сверхъестественного, просто вместо типичных названий в Китае. Но Сан-Сиду, это просто деревня называлась, по-комне кок, не помню, что на ином месте, там, где она находится, скрыты вот такие сокровища, вот такие артефакты. Потому что исследование, потому что открытие вот этих артефактов, оно достаточно комичное. в 1926 году китайские крестьяне по сути копали систему канализации на себя и просто случайно обнаружили небольшое сохранение. Однако артеологи исследовав нефритовые статусы, из этого небольшого сохранения поняли, что они столкнулись с чем другим. Но потребовало 60 лет, чтобы в 1926 году целенаправленно удалось найти уже вот эти два основных в храме едят. То есть никто не знал, что там вообще такое может быть. Потому что 12 век до нашей эры только на севере Китая была династия Ша, высокоразвитая по тем временам. Но она была практически единственной на территории Древней Китая. Больше ничего не было. А вдруг тут стоять на несколько тысяч километров в югу возникает вот такая цивилизация. Ничего похожего от других цивилизаций вот на... А я отвечу так, будучи уже вот с учетом замечания Сергеевича, я все-таки отвечу так. В Древнем Китае и на территории современного Китая ни одной из похожих культур, ни одного китая. А вот не могу сказать, вот Сергеевич сказал о на линии Кенигра если я правильно понимаю. Устье. Допусте. А где-то еще вот не знаю, у меня нет просто этой информации. Но в Китае не обнаружено ничего подобного. Вообще ничего не обнаружено. И более того, вообще сама форма дерева в одном. Вы знаете, может быть это есть? Сама так? 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 Да. Сама форма дерева. Представьте, какая необычная но она нетипична для древних людей. То есть необычная форма пластика, сложные геометрические формы. А узоры человека так. А вот больше всего этого надо что-то ломать. гравировки. А вот узоры выгравированные на поверхности одеяния вот этого человека они стали самоподобными порталами. Это уже доказано. Это именно гравировка? Я так понял это гравировка. Это не форма, это не форма, которая выплавлялась. То есть это гравировка. А если это гравировка, то значит они обладали системой, какие-то технологии для нанесения рисунка на гравировку. на гравировку графического рисунка. Потому что я читал в одной из статьи, я не знаю правда это или нет, что некоторые ученые в том же Китае высказывают мнение, что встречаются артефакты, которые говорят о том, что где-то в древности 7, 10, 11 век Таношеры встречаются артефакты, которые говорят о том, что древней китайской культуры обладали системой алмазной гравировки. Ну просто артефакт и материал, в котором он состоит, показывают, что невозможно выгравировать на нем узоры рисунки без использования алмазных рисков, алмазных сверх. Но алмазные технологии используются в современном человечестве связано с 20 века, не ранее. а это 2500 лет. Ну хорошо, выгравировали, хорошо отлили, хорошо необычной формы, но рисунок представляет собой фрактал. То есть тот, кто его делал, знал о том, что такое фрактальная структура, что такое самоподобие. А фракталы это вторая половина 20 века, когда они были описаны математически. Как это там? неизвестно. может написать как рисунок. То есть нет упоминания да, правильно брать, что это, а что там может быть? Она нарисована, зашифрована. Неизвестно. Вообще я заметил странную, ну в какой-то себе необъяснимую тенденцию. Все артефакты, на которых есть какие-то неизвестные письмена, как правило говорят, вот есть артефакт, а вот что на нем надпись уже это дело не в китайском. Дело в том, что видимо это что-то уже расшифровано, но информация это, скажем так, лучше представляет собой секрет. Паша, Виктория, а? А вот там был литературный источник, который с старством шум не представлял. И там проект был царя, который был знаменит. Да. А вообще вот, кроме вот это типично для китайских летписей упоминать такой эффект человека. Если мне кирпич не упадет, хотя он просто не падает, слава богу, то я где-то в августе уже в конце готовый доклад про бамбуковую летопись китая. Бамбуковая летопись это одна из главнейших летописей китая, в которых описывается история начиная с эпидемиологических императоров и заканчивается где-то нашей эры. Ну, там охватывается период где-то двух тысяч лет. Вот бамбуковые летописи есть уникальные знания, под которыми сотрудниками Института страны Азиатра Кингум имена Моносова. И вот там как раз она полус рекруструирована. То есть это 700 страниц и конструкция бамбуковой летописи. И там встречаются описания вплоть там даже описываются как походили свидания императоров с исключением желудка. То есть такая подробность она не чушна летописцам издревнего Китая. Ну, как-то так, такой такой царь и известен только те, кто у него глаза. Ну, видимо, он был единственным, у кого были глаза. Либо у него действительно были вот такие глаза. Я тоже видел. Но я правда не думал, что ты такой степень. другое дело, что у него глаза могли иметь какую-то особенность такую, которую тогдашние современники описали, как глаз на выходе на французе, другое. Вот это возможно. Но все равно уже согласились частично со мной, что это слабо аргументы для описания данной культуры. Все равно слабо аргументы. А вот это вообще не напоминает антенну. Не знаю, мне как кажется. Вот как бы очень много вопросов. А вот размер ума как-нибудь ширина 40 сантиметров нет. Интерпретируют, почему такие большие? Нет, мне не удалось найти информацию. Мы участвуем в нашу культуру, понимаешь, в магазин зайдем. Но это не маска, которая одевается. Ну ладно, чего он тогда? Неизвестно. на самом деле была высказана интересная версия сотрудников музея Сан-Седут, в котором часть этих культур находится. В общем, было древнее царство на территории деревни Сан-Седут, люди там поклонялись в природе с Артемом-Предком. Там, вероятно, часто проводились грандиозные жертвенные службы, чтобы привлечь племена с различными религиозными убеждениями. Ну, в свою веру люди обращали, то есть, по сути, вот предположили, есть одно предположение, что просто это была короче зрелищная религиозная культура, которая, племена, которые находились вокруг привлекала своей религией такими зрелищными масками. Ну, тоже слабо, очень слабо. Ну, тогда они такие маленькие могут быть как на острове пасхе какие-то делать, а здесь, как это, ни то, ни сё. Видимо, технологии не пробовали. Я бы с радостью хотел тоже понять, но, к сожалению, я не могу родиться раньше или в шайке, я уже не знаю. А, во-вторых, я думаю, те, кто их создавал, позаботились о том, чтобы информации было как можно меньше. А, по сути, нет информации. Вот только вот вот этот артефакт. Их не так много, около 300 штук. Ну, всего-всего. И всё, и больше ничего. Ну, а сейчас продолжают какие-то запахи? Неизвестно. Последние данные об исследовании в районе деревни Соседы датированы 2006 годом. А вот что там после происходят, я не знаю. Может, там нужно стать в тарелку копать. Спасибо. Да. А вот запахи, способ названия литьё, или что-то другое? Литьё, конечно, это литьё. Но это, но литьё хитрое, там лидировалось свинцом. А вот каким образом они лидировали? То есть, если литьё, то, я так понимаю, это литьё по моделям, скорее всего. Но я, это литьё хитрое, то другие нефть унистит. Я так понимаю, просто создавались очень точные формы, в которых потом всё это заливалось. Но ставят вопрос, а каким образом лидировали свинцом на атоматную луну? Вот это другое вопрос. Как лидировали свинцом на атоматную луну? Значит, явно там была технология не просто литьевые формочки. А сейчас как это будет? Нет, ну сейчас можно что угодно делать. Ионное осмотрение, нано, лазерные технологии, полковое полумолекулярное осаждение, по атоматной, но это стоит немеряне денег. Это огромное количество садок людей, оборудование. И, между прочим, это пока ещё не такие размеры. Да, откуда-то. Это же, ну это, грубо говоря, вот такой ширины, посмотрите, ну на полугом столике, вот такой ширины и высоко где-то под метр. А про качество неотколько неизвестно? А да. Это левый, это левый. Ну, вот этого неизвестно. Я вот, как бы, то, что из открытых источников. Вот. С помощью видения передавки проводят просто летят добавление с места сплошной и долл, что позволял получать более прочный металл. Это сплошные более тяжелые, крупные объекты, снотночная коконуравленность, и дерево снотночными метрах. Ну, я думаю, те, кто это исследует, они больше нас с вами не знают, естественно. А вот микроскопы вот этого, что ты говоришь? Нет, нет, есть только описание, что-то по четкой геометрической структуре или обновь сенсатой или герман и простей жерой. Вопросы? Спасибо. Спасибо. Спасибо.